Уже будучи в подразделении дизеля находились мы в село Кондратьевка, это перед Углегорском. Не в нашем подразделении, он тогда еще не был в моем подчинении, он был в подчинении другого обеспечения. Был такой Макам, Коля, водитель на Урале. И будем так говорить, когда даже пятерка, люди которые обязаны были поставить боезапас и вывезти своих раненых, даже они не все ехали туда, в Углегорск. Макам вызвался, вызвался и поехал, повез. Повез боеприпасы, вывозил раненых. И неоднократно, и я просил, и сколько подавались документы на этого водителя, на этого человека, он так и не отмечен. Хотя многие другие, многие другие, будем, скажем так, получили Георгиевские кресты. Хотя активных боевых участий они не принимали сами лично. Скажем так, что была у меня возможность читать некоторые предоставления к наградам. Я не знаю, может вы вырежете это, не вырежете. Но я, допустим, читал такое представление к награждению, да, одной особой, как дословно, я процитирую дословно, активно, активно, руководила боем по телефону и попутно вела документацию батальона. Поэтому представлено к награждению Георгиевича Крестом четвертой степени. Я не знаю, получила это особо крест, но я это читал лично своими глазами на представление. Было, конечно, не до смеха. Смех был горький. И поэтому много, очень много людей, которые просто не отмечены. Масса, масса народа. Допустим, взять, допустим, то же самое подразделение, в котором находился я. Я прибыл к дизелю как раз и поступил конец января. Уже батальон участвовал в боях за Дебальцево, в боях за Оливорд, за Дебальцево. И подразделение, в котором я находился, также на Зенитчике. Также ни один из них не отмечен вообще. Хотя люди, в принципе, да, не выполняли боевую задачу. Несли охрану там, занимались наблюдением там за воздушным противником. Также никто не отмечен. Ни один из этих людей. Вот. По поводу, допустим, дизеля, я как я могу сказать. Бойцы, много достойных, очень много достойных людей. Саня Акула, Кайзер, Сашка Кайзер. Столкнулся я с Кайзером. Я столкнулся еще будучи в Семеновском батальоне. Вот. И я скажу так, да. Нас он чуть было не расстрелял при зачистке в Степановке. Потому что мы были тогда на отжатом у украинских войск в УАЗе, с двумя полосами впереди. Нам проходили поперек, да. При зачистке в Степановке. Вот. И я уже увидел, как его танк направлял на нас ствол, да. Единственное, что, да, я успел сказать своему бойцу, он выкинул знамена. Что это, да, это мы свои выскочили уже. Свои, свои. Так бы, да, расстрелял. И, кстати, тогда Дизель Ручьев дал, подарил нам шлем танковый, моему бойцу. Ну, вот как-то так. Маршал. Саня Маршал. Это командир мотострелков. Это легенда. Уже легенда, да. Бетер участвовал в боях в аэропорт. Горел в танке. Да, под Марионкой, да. Вот. Участвовал он с Саней Казером и в аэропорту был. Потом кто? Хомяк. Был такой танкист тоже участвовал в боях. Был у меня боец. Не помню я его пожирного. Малой, маленький такой. Да, он сбежал от нас, сбежал. Увязался за маршалом. Штормех Богдан. И он его забрал. И потом посредством он перевелся в мотострелки. Вот. Как-то так.